Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они решили отправить животное в реабилитационный центр, но эта миссия тоже была нелегкой. Проблема заключалась в том, что Твигли элементарно не пролазила в дверной проем. Второй проблемой, с которой столкнулись внуки женщины, стала психология животного. Свинья очень была привязана к своей хозяйке и отказывалась каким-то образом контактировать с кем-то еще. Они приняли решение вызвать спасателей и представителей общества по предотвращению жесткого обращения с животными. Им понадобилось целых три часа, чтобы вытащить капризную Твигли из дома. Они совершили своего рода подвиг. Вытащить животное, которое весит по 200 килограмм, тем более если оно не хочет покидать дом и сопротивляется. Это достойно уважения. Свинью успокоили и с помощью лекарств и шести пожарных спустили ее вниз по лестнице. Также работники Королевского общества по предотвращению жесткого обращения с животными, ветеринары и сотрудники МЧС, оценив масштабы бедствия, соорудили специальные бариатрические носилки, чтобы доставить Твигли в специализированный центр. Уже после доставки в медицинское учреждение врачи обследовали свинью и поставили ей диагноз. У нее обнаружили чрезмерное ожирение. Было принято решение посадить ее на фруктово-овощную диету. Попечитель центра для лошадей и птиц Пепперсфайлд, Хлоя Уотсон, поделилась своими впечатлениями от встречи с Твигли. «Когда она у нас появилась, она была очень тихой. Я думаю, что она была очень подавлена после смерти своего владельца. Она определенно жила роскошной жизнью в квартире, но это не было действительно подходящей средой для нее. В центре она не получала такого внимания, как дома. Да и условия были поскромнее, но ветеринары уверены, что благодаря правильному рациону и соответственными усилиями Твигли сможет прожить намного дольше. И с соответственными условиями Твигли сможет прожить намного дольше. Внучка Калли рассказала о том, что ее бабушка была очень увлечена своей Твигли. Она считала свинью членом семьи. Никому не позволялось в ее присутствии сквернословить или шутить о бутербродах с беконом. В ней был сосредоточен мир моей бабушки. Она считала, что тот, кто не мог сказать ничего хорошего о поросенке, то вообще ничего не должен был говорить. Возможно, Элэйн видела в питомце прекрасное средство от одиночества. Ей было за кем ухаживать, кормить и с кем общаться. Очень трудно быть одним в пустой квартире, и женщина сумела найти выход, пусть и не самый очевидный, и с некоторой стороны безопасный для жизни самой Твигли. Одиночество заставляет делать удивительные поступки.